Бесплатные вебинары для руководителей. Эксперты по построению бизнеса расскажут. Новые сценарии онлайн-продаж. Современные возможности интернет-маркетинга. Как продавать в соцсетях и мессенджерах. Как контролировать сотрудников на удаленке. И как организовать онлайн-офис. Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Друзья, доброго дня. Приветствую на вебинаре «Один из Битрикс». Мы говорим про бизнес с разных точек зрения. Говорим с точки зрения маркетинга, с точки зрения продаж, организации внутренней работы, внутренних процессов. Много-много всего. Для того, чтобы помочь бизнесу стать выше, сильнее, быстрее. Сделать больше, чем он делает сейчас. Сегодня мы говорим про клиентов. И мы говорим про то, как вести переговоры. У нас есть такая тема, как побеждать клиентов. Посмотрим сегодня, насколько возможно это, в принципе, сделать. Мы сегодня будем вдвоем. Вы видите уже и Бориса Шпирта, и меня. Меня зовут Михаил Беляев. Я руководитель в Санкт-Петербурге. А Борис очень классно разбирается в клиентах и коммуникациях между клиентом и тем человеком, который в компании с ним взаимодействует. Чуть-чуть скажу еще про Борисовое слово. После небольшого орг-момента. С орг-моментами как у нас дело обстоит? Если вы нас видите и слышите, я надеюсь, что так и есть, сообщите нам, пожалуйста, в чате о том, что картинка есть, звук есть, и тут все нормально. Пока вы ставите плюс или что-нибудь, спасибо большое, вижу уже. Если вдруг в процессе у вас что-то случается, самый простой способ обновить страничку, и обычно это помогает. Если не помогает, можно проверить соединение интернета, браузер по опыту Chrome, но там смотрите, как у вас это подходит. Если вы смотрите с мобильного устройства, иногда не всегда показывается презентация, но если есть возможность переключиться на дескоп, пожалуйста, так можно сделать. Вроде бы по орг-моментам видеть и слышать все. Теперь следующий момент. Если вы освоили чатик, а вы его освоили, то его можно использовать не только для обратной связи, видно или слышно, но и для вопросов. Мы будем подглядывать сегодня в чатик и отвечать на эти вопросы. А кроме нас, в чатик будет подглядывать партнер, коллеги из Лидер ЦРМ. Это наши партнеры, которые очень круто знают систему Bittrex24. Если есть любой вопрос, который вы принесли с собой на вебинар по Bittrex24, пожалуйста, задавайте вопрос в чате, и коллеги помогут вам разобраться, можно или нельзя что-нибудь сделать. Последний вопрос, который уже звучал, и в орг-моментах нужно его обозначить. Запись мы ведем, она сконвертируется, и мы материалами сегодняшними, которые будем давать на вебинаре, поделимся по той же самой почте. Ничего специально для этого делать не нужно. Хорошо, переходим к контенту. Я обещал про Бориса немножко сказать. Борис действительно с очень большим опытом в взаимодействии с клиентом как личным, так и тренерским. Борис обучает компаний разного размера. Вот если там будут некоторые логотипы, я думаю, вы их точно узнаете. Но на самом деле, даже если вы не относитесь к компаниям 1000 плюс сотрудников, это всегда очень классный контент, полезный контент, который можно на себе применять, поскольку он проверен многократно и на личном опыте Бориса, и на тех компаниях, с которыми он работает. И еще Борис очень, вот как правильно слово подобрать, экологично относится к клиентам и вообще к переговорам с клиентами. Поэтому, когда мы обсуждали немножко тему, как победить клиента в переговорах, там заложен некоторый нюанс, про который Борис, я думаю, расскажет. Борис, включайся. Да, спасибо тебе большое, Михаил, за такое представление. Чувствую себя как-то, что я должен соответствовать ожиданиям, которые ты создал. Вот, ну я постараюсь, чтобы полезно было там максимально. Ну что, тогда будем начинать. Да, я буду рядом, пока скроюсь из кадра, оставайся ты, аудитория твоя. Хорошо, да. Друзья, значит, я не буду долго рассказывать о себе, я просто коротко расскажу о том, что где-то 20 лет, вот я вот так вот отойду, 20 лет, вот так смешно, да, я на фоне сам себя, 20 лет я действительно в продажах и работе с клиентами, из них 12 лет я провел на разных должностях в диджитал-агентствах, где работал с клиентами, где продюсировал различные цифровые проекты и очень плотное было действительно взаимодействие с клиентами. И несколько лет я работал как директор по маркетингу на стороне клиента, то есть мой опыт, он такой достаточно разнообразный, и на стороне клиента по работе, и на стороне подрядчика значительное время, поэтому вот увидел эту ситуацию с разных сторон, с разных ракурсов, и некоторое время назад начал обучать тому, как работать с клиентами, как выстраивать с ними действительно партнерские и желательные отношения, и написал, в 2018 году вышла вот книга «Отчаянные каунт-менеджеры. Как работать с клиентами без стресса и проблем». Она стала достаточно популярной, попала в различные списки книг, которые надо прочесть всем, кто работает с клиентами, книги по софт-скилз, заняла второе место там при опросе в индустрии диджитал и так далее, и так далее. В общем, книга получилась достаточно по отзывам моей аудитории полезная. И действительно, я сейчас работаю с разными компаниями, здесь не все логотипы, но какое-то количество логотипов, какое-то количество моих клиентов здесь есть, действительно, это и банки, и диджитал-компании, и различные агентства, и иногда это более широкого спектра компаний, разные. Соответственно, я им помогаю, обучаю людей, как правильно работать с клиентами, и иногда помогаю выстраивать клиентский сервис, консультирую такие компании. Что хотелось сегодня? Сегодня хотелось поговорить о том, как, в принципе, строить отношения, как вести себя в переговорах с клиентами, как строить с ними отношения. И что хотелось бы сказать? Есть масса сейчас таких тренингов о том, как вести жесткие переговоры, о том, как противостоять клиентам-агрессорам или переговорщикам-агрессорам и доминаторам. И это, наверное, очень важно. Действительно, такое встречается. При этом, как, я думаю, вам понятно, просто уметь поставить клиента на место, как часто это звучит, да, это мало для того, чтобы выстроить с ним долгосрочные отношения. И очень важно уметь такого, если даже нам попался сложный клиент, трудный клиент, какой-то агрессивный или доминирующий клиент, уметь, насколько это возможно, уметь его переключать в более конструктивный режим и делать, так сказать, своим долгосрочным вот таким вот заказчиком или клиентом. И мы сегодня об этом поговорим. Мы сегодня, я вам расскажу о модели, которую я называю инклюзивной коммуникацией, коммуникации, которые вовлекают, которые делают клиента и тебя, выстраивают некую эмоциональную связь и выстраивают его доверие, доверие между вами. Очень много есть исследований, которые я не буду здесь приводить, которые говорят о том, что клиенты, в принципе, да, хотят, чтобы в них видели людей. Клиенты хотят, чтобы в них видели не просто какой-то объект работы и не просто каких-то, знаете, вот таких статистических единиц, которые надо как-то обработать. Клиенты все больше и больше хотят человеческого, индивидуального, такого персонифицированного отношения. И если мы с вами даже в переговорах с клиентами, если мы в работе с ними его не оказываем, если клиенты не чувствуют эмпатии, вот это модное слово, но тем не менее суть, которая за ним стоит, да, она очень-очень важна. Если этого не получается, да, клиенты чаще всего уходят недовлетворенные, иногда даже просто обиженные, разозленные и так далее. Итак, тема сегодняшнего вебинара – это «Как побеждать переговоры с клиентами». Тему я специально дал немножко такой с провокацией, потому что, как я говорил, большой запрос на то, как побеждать, как ставить на место и так далее. Но давайте сразу это оговорим. Побеждать переговоры с клиентами можно только, если ты, так сказать, победил, и победил клиент тоже. То есть тот самый классический вен-вен, о котором, наверное, мы все слышали, но который не часто получается, не всегда и не у всех получается выстраивать и с клиентами, и вообще по жизни. То есть если мы просто победим клиента, это будет первая победа, потому что такой клиент уйдет. Когда кто-то кого-то побеждает, соответственно, тот второй, он проигрывает, и он всегда обижен, он всегда чувствует себя несправедливо обиженным, он чувствует себя как-то нехорошо. И поэтому победить переговоры с клиентом можно сделать только так, чтобы, с одной стороны, клиент почувствовал, что вы о нем заботитесь, вы решаете его проблемы, вы помогаете ему решить его задачи, а с другой стороны, вы со своей стороны, вы получаете то, что вы хотите. Это, например, какую-то цену, которую он платит, какие-то условия, которые вам удобны и вам выгодны. И только такое отношение с клиентами, когда и вы получили то, что вы хотели, и он ушел доволен, можно, наверное, назвать победой в переговорах с клиентами. Все остальные победы, типа, просто поставить на место, показать ему, что он, извините, козел, как иногда хочется, это не победа. Это все равно во многом, так сказать, проигрыш. Итак, давайте начнем. Я снова расскажу об этой модели инклюзивных коммуникаций, из чего она состоит. Я прекрасно знаю разные модели и вообще продаж и коммуникаций, и в том числе классические модели, где пять шагов продаж, где надо выстроить с клиентом контакт, потом выявить потребность, потом презентовать какое-то свое решение, обработать возражения, сделка и так далее. Это понятно. Я дам модель, которая является таким синтезом разных моделей, которая во многом противоречит классическим и моделям продаж, и классическим моделям вот таких жестких переговоров, где надо подавить, где надо, так сказать, победить вашего оппонента. И вообще само слово оппонент, когда мы говорим клиентам, оно, несколько, согласитесь, неуместно, потому что оппонент, он всегда тебя панирует, а нам нужно сделать, чтобы клиент был с нами на одной стороне. Итак, о чем, в чем смысл, друзья, любых переговоров с клиентом? Смысл в том, чтобы, как я говорил, вы могли выстроить с этим клиентом доверительное партнерство, чтобы клиент увидел в вас того человека или ту компанию, которая может решить его задачи и хочет это сделать. То есть у вас есть для этого, так сказать, вы должны это каким-то образом донести, что у вас есть для этого некая экспертиза, некие возможности, при этом вы должны показать, что клиент вам интересен, и вы хотите с ним работать. Но это все должно звучать не так, что вы нуждаетесь в клиенте, а так, что вы хотите с ним работать. То есть основная наша задача – это создать вот эту связь между вами и клиентом, которая будет основана не просто о том, что вы ему понравились, не совсем правильно говорить, о том, что нам надо нравиться клиенту. Нам надо, чтобы клиент увидел в нас некое решение своих задач, чтобы он начал нам доверять, а не просто мы ему понравились как милый, приятный человек. Хотя это, наверное, тоже важно. Итак, с чего мы начинаем любые переговоры? Любые переговоры – это две или больше сторон. И между ними возникает то, что я называю неким балансом позиций. Если мы приходим на переговоры с позицией нужды, что нам очень нужно, мы очень нуждаемся, мы приходим вот так. Вы знаете, мы очень хотим, мы будем очень рады с вами работать. Давайте я вам вот это расскажу, давайте то. Спасибо вам за уделенное время. Иногда продавцы так начинают разговор с клиентами. Как вы думаете, как увидит нас клиент в такой ситуации? Он увидит, что наша позиция слабая, он увидит, что мы нуждаемся, а нужда – это то, что мешает выстраивать партнерство. Нужда одного обычно порождает ощущение доминирования в другом. В переговорах, сказал один известный человек, может победить тот, кому меньше надо. И если мы приходим к клиенту на переговоры с вот этой нуждой, которая, знаете, она просто видна, она чувствуется в том, как мы говорим, как мы ведем себя, то мы уже, в общем-то, проиграли. Потому что здесь клиент будет доминировать, будет нас либо продавливать по условиям, либо он не будет просто с нами разговаривать, он нас отфутболит, потому что мы для него в слабой позиции. То есть клиент наверху, мы внизу. Такой баланс сил, он разрушителен, даже если начинаются какие-то отношения, эти отношения будут токсичными, и клиент всегда будет доминировать, указывать и так далее. А это нам не очень нужно. Поэтому первое, что нам нужно научиться, это диагностировать текущий баланс сил на равных ли мы с нашим клиентом, кем он нас видит, или он доминирует над нами, или, может быть, мы пытаемся как-то подсознательно доминировать над ним. И выравнивать эти позиции, дом вот таких равных, да, вот эти качели должны выравниться. Только тогда, когда обе стороны равно заинтересованы друг к другу и равно уважают друг друга, возможно, вот такое партнерское взаимодействие и переговоры в партнерском стиле. Если этого не происходит, если клиент сверху, если он доминирует, нам нужно научиться выравнивать эти качели. То есть как раз тут нужны различные приемы, которые часто рассказывают в жестких переговорах, когда нам надо правильно поставить себя. Мы чуть подробнее об этом поговорим, как это делать. Очень важно, чтобы мы приходили к клиентам как эксперт-помощник. Наше отношение к клиенту должно быть именно таким. Мы можем помочь, мы знаем, как помочь, и мы хотим помочь. Вот это раскрывает клиента. Не желание продать что-то клиенту, не желание чего-то добиться от клиента раскрывает клиента для нас, а именно желание ему помочь. Если клиент увидит это в нас, то он начинает нам подсознательно больше доверять. Если, опять же, проговорю, клиент видит, что мы просто пришли забрать его деньги, он подсознательно тоже начинает сопротивляться. И вот если мы выровняли баланс, и мы находимся в позиции такого эксперта-помощника, то тогда мы можем влиять, именно тогда мы можем влиять на клиента и что-то до него доносить. И второй этап этой модели – это как раз управление парадигмой или картиной мира клиента, когда клиент и его, вот та система, в которой он мыслит, почему важно не просто выявлять потребность, а чуть шире копать, почему важно управлять картиной мира клиента? Потому что его, картина мира, влияет на его решение. У нас у всех так. Мы все имеем в голове некий набор представлений. Хорошо, плохо, правильно, неправильно, работает, не работает, эффективно, неэффективно и так далее, и так далее. И вот если в голове клиента картина мира не совпадает с вашей, то даже когда вы выявили потребность, вам трудно будет донести какое-то до него свое мысль решение, потому что в его картине мира, например, он не представляет реальность так, как видите ее вы. И он не поймет то, что вы будете ему предлагать. Такое часто бывает, когда два человека говорят вроде на одном языке, а на самом деле они говорят о разном. И в этой ситуации картина мира, критично важно картину мира клиента увидеть, понять, что он считает для себя ценным, что он считает для себя нужным, почему, понять, правильно ли это то, чего он хочет, для него же, поможет ли это ему достичь его цели, и определить, и помочь ему увидеть что-то большее, что он сейчас не видит. Чуть подробнее об этом и скажу. Вопрос, зачем качели выравнивать, если переговоры идут нормально? Как раз если переговоры идут нормально, конечно же, их выравнивать не надо. Иногда с самого начала переговоры идут в таком партнерском стиле, во взаимном уважении, и тогда, конечно же, этот пункт можно просто пропустить. Но все-таки диагностировать для себя, научиться чувствовать и понимать вот эти качели, это очень важно. И если они наклинились, то, соответственно, их надо выравнивать. Итак, второй этап вот такой модели – это управление картиной мира клиента, это синхронизация вот этих парадигм, чтобы мы с вами разговаривали на одном языке с клиентом, чтобы вот эти системы координат в голове нашей и клиента совместились. И тогда мы можем помочь клиенту увидеть то, чего он, может быть, не видел, чего он не понимает. Мы можем показать ему какие-то новые способы решения его задач, можем что-то подсказать. И все это будет вот в таком партнерском стиле, где он чувствует, что вы заботитесь о нем, и вы хотите ему помочь, вы хотите ему благо, действительно. Это очень важно, вы знаете, по многим исследованиям. Раньше об этом не задумывались, когда все создавались эти классические модели и так далее. Но последние вот уже годы, да, все исследования показывают важность этого желания помочь. И я думаю, что вы сами из своего опыта можете это сказать, когда вы приходите в магазин. Вы чувствуете, что, например, просто продавец хочет вам помочь, и это искренне, это по-настоящему. Это просто моментально вас открывает психологически для этого продавца. И вот если мы возвращаемся обратно к модели, то, собственно, речь идет о том, что таким образом, поняв, как мыслит клиент, как он видит ситуацию, и как, поняв, чего он, может быть, до конца не понимает, мы можем мягко натолкнуть его на какие-то новые решения. Мы не должны в паре, мы не должны ему что-то навязывать, но мы можем как бы пригласить его поразмышлять вместе с нами. И мы переходим плавно к третьему этапу, это совместный поиск решения. Почему лучше, я не всегда, не всегда это возможно, но лучше не предлагать клиенту окончательные финальные решения со словами, вот только так надо сделать, мы вам сейчас это докажем, мы вам это сейчас обоснуем и так далее. Потому что, когда человек слышит некие внешние для него решения, когда он воспринимает их, так устроена наша психика, что мы начинаем относиться к этому немножко критически. То есть вы помните из классических моделей продаж, что главное – это обрабатывать возражения. И в этих моделях, да, вот все время учат обрабатывать возражения, обрабатывать возражения, обрабатывать возражения. Интересно, что значительная часть этих возражений, не все, но многие, появляются потому, что клиент находится в несколько таком критическом режиме. То есть он находится в режиме критика, когда ему что-то предлагают, он, так сказать, как бы сложив руки на груди, думает, а, какие тут у него могут быть слабые места, что он, что клиент, да, клиент думает, что тут может быть не так. Почему это происходит? Потому что, когда нам что-то предлагают, мы воспринимаем вот эти решения, как несколько, да, ну, для нас чужие, нам как бы предлагают с чем-то согласиться, мы чувствуем, что мы должны согласиться, это вызывает у нас заранее некоторую, ну, такую настороженность. Эта настороженность запускает вот такой механизм поиска слабых мест. То есть когда мы, грубо говоря, пытаемся в чем-то убедить клиента, мы порождаем в нем сопротивление и желание найти слабые места в нашем предложении и в нашем решении. Отсюда возникают, ну, не все, но многие возражения, которые мы слышим, когда мы пытаемся с клиентом вести переговоры о чем-то и так далее. Не все, но многие. И, соответственно, когда мы вовлекаем клиента в совместный поиск, мы как бы говорим, давай вместе подумаем, давай вместе решим. Я помогу своей стране как эксперт, как помощник в поиске правильного решения. Ну, это будет наше совместное решение. И, соответственно, в таком случае мы избегаем ситуации, когда клиент начинает искать слабые места и возражать. Может ли он сомневаться? Может. Но сомнение не равно возражению. Когда клиент сомневается, он переспросит, он посоветуется, но он не будет критиковать и не будет заставлять вас вот эти возражения обрабатывать. Так, если мы пришли к какому-то совместному решению, то это очень важный этап, последний этап. Это фиксация решений. И я, наверное, добавлю, это управление ожиданиями. Я думаю, у всех было и, наверное, у вас было, когда вы договаривались о чем-то с человеком и обе стороны били по рукам, уходили довольны, считая, что все друг друга поняли. Но с течением времени, когда вы приступали к какой-то работе, к выполнению проекта, выяснялось, что это не так и что каждая страна договорилась о чем-то своем. То есть у каждой страны было свое представление о договоренности и свои ожидания. Это порождает, естественно, потом массу недовольства, массу проблем. Иногда это приводит к конфликтам, к обвинению клиентам, что вы мне все не так объяснили, вы обманываете и так далее. И именно поэтому последний этап, он очень важен. На последнем этапе нам надо из тех же соображений помощи и заботы о клиенте максимально подробно прописать и проговорить, о чем мы договорились и что получает клиент. Конечно, в той мере, в которой это возможно. Не все можно спрогнозировать, не все можно точно описать. Тем не менее, это наша забота, чтобы клиент точно понял, о чем идет речь и что он получает в итоге нашего сотрудничества. Если мы это сделали, если мы правильно управляем ожиданиями, то мы уменьшаем риски непонимания или обиды клиента, когда он получает результат. Сейчас коротко я пробегусь по каждому из этих этапов и чуть подробнее вам это разверну. Как диагностировать баланс? То есть, каковы вообще методы диагностики? Ну, их на самом деле, в принципе, не так много. Мы все, в общем-то, очень во многом снабжены вот этими такими антенками внутренними. Это наша эмпатия, безусловно. То есть, наша способность воспринимать то, как относится к нам человек. А это все определяется в значительной мере и невербальной компонентой, тем, как он разговаривает. Это, безусловно, и то, что он говорит или что он пишет вам. То есть, вот эти самые слова. Это действия клиента. При этом все вместе, вот и вербалик, и невербалик, и какие-то письменные коммуникации, нам нужно научиться и тренировать себя считывать максимально точно и четко, стараясь не допускать искажений. Дело в том, что мы все склонны обманывать себя. Мы все избирательно что-то видим, избирательно слышим. У нас есть тоже собственные какие-то очки на носу. И очень важно, чтобы вот эти очки все-таки были максимально, что ли, прозрачными, чтобы они не искажали картинку. Если наша, например, если клиент разговаривает с нами, ну, там, ну, это вам надо, да, вот я люблю на тренингах, да, мы прорабатываем эту ситуацию, ну, расскажите, почему мы должны работать с вами? Вот вопрос сам по себе, он может не обязательно, да, говорить о том, что баланс сбит. Но вопрос, этот же вопрос, заданный так, как я сейчас сказал, ну, расскажите нам, почему именно вы, да? Это вопрос, безусловно, свидетельствующий о том, что клиент сбивает баланс, он явно в этой ситуации хочет доминировать, он хочет поставить в вас ситуацию, что вы должны прыгать, да, и танцевать перед ним, доказывая, что вы достойны его. Эта ситуация нуждается сразу в моментальной диагностике. Если вы чувствуете, вашим почувствует, что клиент доминирует, это нужно корректироваться. Другой вопрос, что нужно для себя, да, исключить ситуации, когда есть просто такие люди, которые с трудом работают с клиентами, и мне все время кажется, что клиент, да, он чем-то их обижает и доминирует. А есть такие продавцы, я периодически встречаю в магазинах, да, и для такого человека ему, наоборот, нужно понять, что, да, он все время, ему кажется, что клиенты чего-то от него на того хотят и так далее. Поэтому здесь нужна некая, знаете, внимательность к себе. Если мне кажется, что все клиенты меня вот обижают и хотят меня доминировать, скорее всего, с моей эмпатией что-то не так. Скорее всего, я неправильно понимаю систему отношений клиент и подрядчик. И эмпатию можно развивать, друзья. Для этого есть масса и упражнений. И вообще нужно практиковать в себе вот это умение осознавать, что происходит во время переговоров со мной, в какой я вижу себя роли. Это роль эксперта-помощника, или, может быть, это роль какого-то КМВ-жора, который впаривает клиента. И эта роль, безусловно, негативно. Она вызовет у клиента негативное такое отторжение. Или это, может быть, роль обслуги. Помните, как я говорил? Пожалуйста, купите. Мне семью кормить нечем. Подобная роль тоже очень токсичная. Поэтому очень важно наблюдать и за собой, и за клиентом, и смотреть, чтобы и вы были настроены на помощь клиенту. При этом, естественно, помнили о своих интересах. Это очень важно. И правильно считывать настрой клиента. Как выравнивать баланс? Коротенько пробегусь по этой теме. Вообще, почему, может быть, баланс нарушен? Давайте подумаем. Что может не так пойти во время переговоров? Ну, во-первых, как я уже говорил, это могут быть неверные мои установки. Если я чувствую, что я должен впарить клиенту, то это создает для меня некие проблемы. Это первая проблема. Мои лично, неверные мои отношения, неверный настрой и отношения к клиенту. Это может сбивать баланс. Также, продолжение этого. Клиент чувствует мое давление. Если я начинаю подданную к клиенту, это тоже сбивает баланс. Большинство клиентов напрягаются и закрываются. Следующее. Клиент сам может пытаться доминировать. Как-то у него может быть какое-то раздутое эго, и ему нравится доминировать. Это тоже сбивает баланс. Вот эти качели так вот заворачиваются. Следующая причина. Клиент не видит ценности в нас, во мне или в моей компании. Это тоже создает у него такое пренебрежительное отношение, типа это вам нужно. Много тут у вас таких. Еще одна. Это проблема может быть, когда клиент просто не понимает меня. Когда я разговариваю с клиентом так, что ему непонятно вообще, что я до него доношу, что я ему предлагаю. И, соответственно, это вызывает у него тоже какой-то негатив. Давайте коротенько это разберем. Да, тут один из зрителей пишет, что клиент сказал, почему я должен работать именно с вами, как, точнее, что именно ему возразить, эмпатия эмпатии. В таких случаях работает, я чуть подробнее скажу, прием травления лески. То есть, что вам нужно сделать, это сказать. Если клиент начинает вот эту игру, почему я должен работать с вами, почему именно вы, чем вы лучше других, то самый лучший ответ, я не знаю, почему вы должны работать со мной. Я могу, мы можем обсудить, что вы хотите. Я расскажу, что мы умеем, и мы поймем, насколько я могу быть вам полезен. Никогда на такой провокационный вопрос клиента не стоит убеждать его, что он должен с вами работать. Тем самым вы закрепляете негативный, вот такой искаженный баланс. Он чувствует себя наверху, а вы внизу прыгаете, доказывая ему, что, значит, вы достойны его с ним работать. Это неправильная позиция. Значит, плохая фраза, насколько я могу быть вам полезен. Нет, не думаю, что плохая. Говорил неоднократно. Очень хорошо работает. Зависит от ситуации, вы знаете. Эта фраза, естественно, любая фраза не универсальная. Вообще забудьте про универсальные фразы, которые что-то могут всем, значит, донести. Конкретно, почему нам нужна эмпатия, почему нам нужно уметь диагностировать людей, их психотип, почему нам нужно понимать, в каком мы состоянии, какие у нас роли. Потому что все это работает вместе. Нет какой-то одной волшебной фразы, которая решает все проблемы. Так что, Татьяна, извините. Значит, итак, если у меня неверные установки, помните, да, вот эти, какая-нибудь установка камележора, да, то я произвожу в клиенте напряжение, которое мешает мне. То есть он начинает мне возражать и от меня отгораживаться, просто потому что я на него, да, ну, таким образом влияю. Что нужно делать? И есть другие. Вот это, раболепие перед клиентом тоже, оно раздражает клиента. Пофигизм. Есть еще одна ролевая установка, я ее называю пофигист, когда ты всем видом покажешь, что тебе все равно. У вас тут таких много, да, клиентов. Что вы все от меня хотите, да. Вот подобное отношение в переговорах, оно чувствуется в любых. И это все неправильные роли, которые приводят к большим проблемам, которые создают у клиента желание с вами не работать или плохое к вам отношение. Соответственно, что с этим делать? Ну, например, да, вот смотрите, вот тот случай, когда классическая фраза «Спасибо большое, что ты время для встречи» в начале переговоров, что говорит эта фраза? Что клиент, его время гораздо ценнее, чем ваше. Поэтому эта фраза сбивает баланс, вы сами можете сбить баланс своей неверной стороной такой вот обслуги, благодарной за то, что его приняли, да. И клиент начинает, тогда может начать, не обязательно начнет, но может начать разговаривать с вами сверху вниз. Да, у меня мало времени, быстро к делу и так далее. Да, это плохая история. Вот еще один, например, кейс, когда ваша ролевая установка, вы, я это называю, ну, в тренингах я это рассказываю, подобное, это ролевая установка «Знайки». Вы себя ощущаете очень умным, а клиент немножко недотепа для вас. И вы, ну, не вы, конечно, а такой менеджер или сотрудник, или человек говорит, это очень сложные вещи, скорее всего, это будет непонятно. Как реагирует клиент? Ну, конечно, он обижается, он чувствует себя, значит, он чувствует себя обиженным, он чувствует себя обиженным. И так наши роли могут нам сбивать баланс, наши собственные роли. Вот так может себя делать клиент. Вы тут не один такой умный, и все, вот, да, вы получили сразу налог наш от клиента, он обижается на вас, и он не хочет с вами уже работать. Поэтому очень важно анализировать в переговорах себя в моменте. Развивать вот такую осознанность. Есть это слово, оно замыленная осознанность. Я его говорю, и при этом понимаю, что очень часто его используют, как бы, не в силу, не в горд, вообще не к месту. И в чем суть осознанности? Что я делаю сейчас? В какой я сейчас роли? Я в роли эксперта-помощника? Или я впариваю? Или я боюсь, что клиент не купит эту роль обслуги, да, это страх? Или я думаю, что клиент не очень умный, а я суперпрофессионал, и я тогда в роли знаки? Или мне все равно, я пофигист? Если мы находимся в этой роли, надо понять, почему мы в ней оказались, и возможно ли ее надо поменять. Может быть, нам надо снова переключиться у этого эксперта-помощника, уверенного, желающего и клиенту добра, и тоже помнющего о своем интересе. Дальше. Если клиент не видит ценности во мне или в компании, в чем тут может быть проблема? Это, очевидно, сбивает переговорный баланс. Ну вот, например, почему я должен работать именно с вами? Вот этот вопрос, я уже вам рассказывал об этой ситуации. И вот, значит, он начинает, менеджер по продажам, начинает прыгать перед клиентом, он рассказывает, что у него команда профессионалы, что они столько-то лет на рынке и так далее. и клиент сразу «Ага, да, 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 да. Вы все так говорите. И это действительно, кстати, так. Вы будете на свой директор по маркетингу, встречался со многими агентствами, и все агентства начинают говорить вот ровно такими фразами, и это утомляет клиенту. Соответственно, что нужно делать вообще в подобной ситуации? Если мы понимаем, что клиент не видит ценности в нас, нам не нужно убеждать клиента, что мы ценны. То есть сама попытка кого-то в чем-то убеждать, уговорить, она делает вашу позицию слабой, она делает вас, так сказать, вот тут на этих лесах вы сразу перемещаетесь куда-то вниз. Соответственно, нам не нужно давить на клиента, нам не нужно его в чем-то убеждать, нам нужно показать ценность именно для этого клиента. Как это можно сделать? Есть несколько практических советов. Чтобы показать ценность для этого клиента, вам нужно хорошо подготовиться и знать, что это за клиент, какие у него заранее проанализировать. Могут быть потребности и как эти вообще потребности могут быть закрыты вами или вашими услугами и продуктами. Вам надо показать, что вы понимаете реалии клиента. То есть вместо того, чтобы говорить, мы эксперты, вам нужно поговорить с клиентом, просто задать ему несколько экспертных вопросов правильных, да, которые помогут увидеть вас, клиенту, да, увидеть профессионала, который понимает его реалии. И когда клиент понимает, что вы знакомы хорошо с его бизнесом, понимаете, чем он живет, да, он начинает с вами иначе разговаривать. Я думаю, вы все очень раздражаетесь, когда вам звонят какие-то продавцы и начинают явно вам что-то предлагать. Ощущение такое, что они не понимают, чем живет клиент, они не понимают, чем он вообще занимается. Начинают сходу что-то предлагать. Это, естественно, конечно, большая ошибка. Поэтому правильная позиция – это я не нуждаюсь, у меня все окей, да, я хочу работать, нам будет интересно, мы хотим с вами работать. И вот чем мы можем быть потенциально интересным, а мы полезны, да, вот как мы это видим. При этом вы не доказываете, вы просто разговариваете с клиентом. Следующий вопрос, про это я уже говорил. Если клиент чувствует давление и это задевает клиента, да, нам нужно переключаться в синюю птицу, вот этого эксперта-помощника. Просто синяя птица – это из моей книги, но я называю синюю птицей эксперта-помощника, который, так сказать, настроен на помощь клиенту и при этом хочет заработать, да, что нормально. Нам не нужно спорить и давить, да, это очень важный момент. Не стоит слишком много говорить с клиентом. Когда клиент задает нам вопрос, и мы начинаем долго-долго разговаривать на эту тему, у клиента может возникнуть ощущение, что нам очень надо его убедить. Вспомните просто свой вопрос. Когда продавец говорит большую часть времени, вы устаете, и вам кажется, что он что-то хочет вас как-то чем-то нагрузить, загрузить и так далее. Это очень раздражает, и это подсознательно вы считываете как желание вам что-то продать. И это не есть, конечно, хорошо. Поэтому мы меньше можем говорить и больше слушать. Простой базовый совет, который при этом я тренирую продавцов, да, но каждый второй продавец, он начинает много-много рассказывать о своем продукте, много-много чего-то говорить. И вроде бы, казалось бы, так просто, да, задай больше вопросов, послушай. Нет, почему-то есть желание все время что-то рассказывать. То есть иногда так кажется, что если ты клиенту много-много-много расскажешь о себе, о своей компании, о продукте, то это сподвигнет его купить. А это на самом деле выдает нашу ту самую нужду. Дальше. Что важно, что выравнивает баланс? Это такой подход не мы и вы, а мы с вами. То есть это такая роль, когда мы не мыслим в категориях, нам это невыгодно, а мы говорим, вы знаете, ну, давайте подумаем, как нам с вами лучше сделать. И вы объединяетесь как бы с клиентом вместе, вы начинаете создавать у него вот это ощущение, что вы вместе, вы как бы в одной команде, и вы за клиента. Этот подход не мы и мы, а мы с вами, он очень хорошо работает. Ну и понятно, что можно, что очень важно для того, чтобы, если мы говорим о сбитом балансе, например, клиент пытается как-то доминировать над нами, как-то пытается, да, показать, что он здесь главный, и говорит какие-то фразы типа, вы знаете, мы вот, мы супер большая компания, мы очень важные, мы очень, мы супер великие. То вы можете просто аккуратно задать несколько направляющих вопросов, которые немножко вот этот пафос будут сбивать и выравнивать. Ну, например, типа, скажите, пожалуйста, а какой результат встречи был бы для вас продуктивным? Или к чему, как вы считаете, мы должны прийти к концу нашей встречи? Или какую повестку, вот у меня есть повестка, мы с вами, да, хотим суть вот это, согласны ли вы вот это обсудить? То есть подобные вопросы, они немножко приземляют или переводят клиентов в более рациональный, такой, такого доминирующего клиента в более рациональный режим. Тут в чате идет активная переписка, значит, тут рассказывают звонки по WhatsApp, хорошая практика для продажников. Вы знаете, да, вот тут отвечает о том, что, скорее всего, нет. Вы знаете, мне кажется, что не столь принципиально звонки по WhatsApp и по телефону, другое, что в последнее время вообще голосовые звонки стали более интимным каналом связи. То есть для того, чтобы вам позвонить голосом, вам как минимум надо предупредить желательно человека о том, что вы будете звонить. Потому что когда вы звоните не вовремя, а в последнюю встречу и так далее, и так далее, то клиент может почувствовать себя, ну, несколько, да, задетым, что вы вторгаетесь в его, в его такое вот пространство, да. Такое может быть. И тут не важно, это WhatsApp или телефон, это не принципиально, мне кажется. Да, следующий комментарий я пропущу, как бы, так сказать, мы, если хватит времени, к ним вернемся, к вашей, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Дальше, что хочется сказать. Как мы можем понять картину мира клиента? Для этого нам надо больше задавать вопросов, нам надо понять, как мыслит клиент. Причем, да, обратите внимание, слишком много вопросов задавать тоже нельзя, потому что иначе клиент, во-первых, он может быть, ну, он может почувствовать, что он как будто на допросе, он может как-то немножко напрячься. Поэтому вопросы должны быть по существу, они должны помочь вам, как бы, вытащить из головы клиента нужную информацию, и при этом самому клиенту они помогают, как бы, что-то заново переосмыслить. Какие-то могут быть вопросы. Какие-то могут быть вопросы, да, сейчас я это пропущу, у нас просто мало времени. Почему? Очень хороший вопрос. Чтобы что или зачем? Тоже хороший вопрос. Когда клиент, пусть вы общаетесь, и, например, он к вам пришел, да, вы говорите, а почему вы хотите именно вот так сделать? Чтобы что? Что вы хотите получить на выходе? Как еще вы можете, как еще вы могли бы это сделать? Или как еще вы делали это? И могут быть масса других. Это желательно задавать и открытые, и закрытые вопросы, которые помогают понять, что клиент понимает, что нет. Иногда эти вопросы, кстати, помогут вам понять, чего вы не понимаете, да, то есть клиент, когда вам будет отвечать, вы для себя много можете нового чего-то узнать. Да, и если вы позадавали такие вопросы, и клиент ответил вам, то после этого вы можете с помощью словечек увлечения, я это так называю, аккуратно, мягко, да, донести до него какую-то информацию. То есть, что такое словечки увлечения? Это какие-то фразы типа, вы знаете, возможно, тут такое решение было бы оптимальным. Или я бы подумал вот о таком решении. Или тут есть несколько вариантов. Вот подобные словечки увлечения, они хорошо работают. То есть вы мягко вбрасываете, да, такое семечко вот в эту почву, мягко доносите идею и предлагаете клиенту подумать над этим и, так сказать, как-то запускаете в нем какие-то взмуслительные процессы. Что такое управление, как и, например, вы задали вопросы и вы сказали, знаете, тут вот может быть несколько вариантов решения. Давайте я вам расскажу про них, и мы вместе подумаем, какой из этих вариантов может быть наиболее для вас подходящим. И вы, по сути, вы и управляете картиной мира, вы ее изучили у клиента, вы начали ей управлять через то, что вы мягко вносите ему вот такую информацию. Почему это нужно делать мягко? Потому что любая информация, которую мы говорим оперативно, типа вам надо сделать вот только так. Возникает риск, что он немножко, да, вот как бы от вас напряжется, он эмоционально почувствует некую такую жесткость, императивность вашу, и он захочет вам возражаться. Чтобы этого не было, это нужно делать мягко, это нужно делать вот уверенно, но при этом без давления. И тогда, я буду просто проскакивать слайды, потому что у нас очень мало времени, и тогда мы как бы вовлекаем человека в этот процесс решения. Я вот такое смешное фото нашел, да, в интернете. Там такая счастливая роженица, и вокруг явно, видимо, врачи-гинекологи, акушеры. И они держат ее за руку и так далее. Я хочу сказать, что, друзья, лучше всего, чтобы этого ребеночка, то есть это решение, рожал все-таки клиент, а мы помогали. То есть мы можем предлагать, мы можем какие-то свои идеи ему рассказывать, но нам не стоит убеждать и доказывать. Нам нужно сделать так, чтобы клиент сказал, а, да, вы знаете, вот это интересная идея. Давайте ее с вами проработаем подробнее, пропишите мне это подробнее, я вот так хочу, я это так вижу. И тогда получается, что это решение это чье? Оно его. И в итоге мы получаем тот результат, что клиент не возражает, потому что это ваше с ним решение, вы такие авторы этого решения. И уже после этого, если вы пришли к такому, знаете, вот совместной какой-то обсудили, совместно что-то с ним придумали, тогда идет последний этап фиксации решений, где вы прописываете и цифры, и сроки, и какие-то риски, возможно, и проговариваете, и техническое задание, если надо. И вы управляете ожиданиями, то есть, что там не столько, а вот столько будет, да, вкусного, как в каком-то старом советском мультике, да, пойдем со мной, там будет много вкусного. Столько? Нет, да вот столько. Вот оно управление ожиданиями. Потому что клиент всегда склонен преувеличивать результат ожидаемый, и в его голове он всегда больше, чем в реальности. Вот, поэтому, друзья, вот каратенечко я, так сказать, это описал. И вот очень коротко по теме переговоров. Еще раз просто прорезюмирую, что основное – это уметь, если надо, показать, что у вас нет нужды в это отравление лески. То есть, ну, например, почему мы должны работать именно с вами? Я не знаю, должны ли вы работать именно с нами, да, но я хотел бы это с вами выяснить. Это отравление лески, оно помогает выравнивать баланс. Такие приемы, как мы с вами тоже, такой подход, как мы с вами, помогает выравнивать переговорные позиции. Таких приемов очень много, просто мало, так сказать, у нас есть времени. Но нам очень важно встать на равных с нашим клиентом. Если он доминирует над нами, ну, это уже ваш выбор, если он не переключается в нормальный режим, но это будет тяжелая и трудная работа, которая, возможно, закончится плохими, очень, так сказать, итоги будут очень нехорошие. Дальше. Нам очень важно управлять картиной мира клиента. То есть, если мы находимся в позиции эксперта-помощника, мы можем влиять на то, как он видит ситуацию, и помочь ему видеть то, что, так сказать, наидет его на правильные решения. И пригласить его к этому процессу, то есть совместно с ним искать правильное решение. При том, что вы можете все прорабатывать, просчитывать и так далее, и так далее. И в итоге нам нужно зафиксировать эти решения для того, чтобы обе стороны точно знали, о чем договорились и чего им стоит ожидать как результат совместной деятельности и сотрудничества. Вот очень так, коротко про переговоры. Жаль, что у нас нет больше времени, и там много есть лайфхаков, но я так основную мысль донес. Насколько, пишет, суть данной модели актуальна именно на входящем звонке от клиента, есть ли принципиальные отличия? Значит, Татьяна, вы знаете, именно на входящих звонках она очень актуальна. Вот она сложнее идет, когда вы в холодную контактируете с клиентом, потому что как бы вы иницируете звонок, это уже немножко говорит о том, что это вам как бы нужнее, то есть вы ищете. Ну и там, в принципе, она применяется, там есть некоторые нюансы, там если в холодную, то нам лучше сразу добавлять некое ценностное предложение туда, но не продавливать его, не пушить клиента, а просто мягко что-то предлагать и, так сказать, после этого привести к обсуждению и так далее. Если же входящий звонок, то она очень хорошо на входящих звонках, вы выступаете в роли эксперта, того, кто помогает, клиент приходит к каким-то запросам, она идеально работает. Борис, только вопрос. Вы классно все мне рассказали, но я подумаю, что, что дальше. Вы знаете, тут надо смотреть, что пошло. Тут есть несколько вариантов. Когда клиент включает «я подумаю», значит, либо он просто действительно сейчас-то ему не актуально, и вы этого не помнили, то есть это может быть. Но чаще всего, как вы знаете, «я подумаю» – это форма «нет». То есть когда вы рассказали, то вы, скорее всего, либо не попали в… не было создано вот этой вот доверительной партнерской коммуникации, то есть вы не поняли даже, что он вас не воспринимает всерьез. То есть когда нам говорит человек «я подумаю», типа «спасибо», это по сути чаще всего «нет», просто в скрытой форме. И это значит, что на этапе раньше вы не донесли ценность до него, или вы каким-то образом не создали вот этого для себя позиции, площадки эксперта-помощника. И поэтому всерьез клиент вас не воспринял, он этим словам вашим не особо доверяет, и просто он завершает, закругляет общение такой вежливой фразой. К сожалению, тут всегда проблема не в моменте, когда он сказал «спасибо, я подумаю», а до этого произошли проблемы. То есть ошибки были сделаны до. Сейчас уже, скорее всего, понятно, это мучает выяснять, а что значит я подумаю. И тут можно… Единственное, что я бы сделал в этой ситуации, сказал бы, правильно я понимаю, что вам это неинтересно. Это то, что называется вскрыт клиента. То есть мы прямо в лоб скажем, вам просто это неинтересно или это неактуально сейчас. Вот это можно сделать. Но тем не менее, я думаю, что ошибки были сделаны до того, что вызвало такую реакцию, я подумаю. Или ему действительно просто это не нужно. Это тоже надо выяснять, уточняющим вот таким вопросом в конце. Работать КП с клиентом нормально, ненавязчиво в момент звонка. Разбирать КП. Вы знаете, ну это зависит, чуть хотелось бы больше спросить, Вячеслав. Значит, КП лучше не высылать клиенту… Вот поговорили вы с клиентом, и я бы вам предложил вместе с клиентом прямо в разговоре создать некое предложение на словах. Вот проговорить. Вы знаете, как вы думаете? Вот так, вот так, вот так. А, вот так. Да, давайте мы тогда, я фиксирую. Мы делаем вот так, вот так, вот так. Да? Вы согласны? Клиент говорит, ну, предположим. Да, да, вот это то, что я хочу. Окей, я сейчас вам это в КП напишу, и посмотрите, пожалуйста, мы потом голосом обсудим с вами. И вы как бы уже… То есть не вы предлагаете сами, мы вот подумали и решили, что вам предложить. А лучше с клиентом это поговорить, он уже чувствует себя соавтором этого КП, и вы выслаете ему со словами, дорогой клиент, ну это то, о чем мы с вами уже говорили. И тогда это намного лучше заходит, чем просто вот мы тут подумали и решили. И клиент начинает как-то так, немножко, знаете, иногда невнимательно, иногда косо на это все смотреть. А так вы уже взяли его в соавторы. А когда человек соавтор, он уже по-другому относится к этому решению. Вот. Так. Борис, я тут с вопросами хочу немножко подзавершиться. А завершить вот каким вопросом. Где-то в серединке чатика был вопрос, уже не помню автора, про ваше отношение к Джиму Кэмпу. Вообще, стратегия win-win, она правда? Или это такое прикрытие для того, чтобы манипулировать со стороны крупных закупщиков мелкими поставщиками? Сейчас у нас все будет хорошо, и у нас и у вас. Win-win может быть, не может быть. Win-win должен быть с кулаками. Вот я так думаю об этом, что win-win должен быть с кулаками, потому что мне очень нравится Джим Кэмп тем, что он четко как раз поговорил некоторые вещи типа травления лески. Я просто мне не клал времени сказать, что сам термин травления лески, взятый из книги Джима Кэмпа, сначала скажите нет, которую я во многом иногда цитирую, как одну из лучших книг по переговору, как мне кажется. С другой стороны, что мне видится, что Джим Кэмп, будучи военным, как вы знаете, да, он был военным, он вообще оперировал в категориях войны. И именно поэтому он высмеивал win-win, как то, что невозможно с клиентом. Он не верил, что win-win вообще возможно. Я на практике, из практики работы с клиентами, хочу сказать, что win-win возможен. При этом те методы выравнивания переговорных позиций, которые предлагал Джим Кэмп, мне кажется, очень работают. Я верю в то, что не всегда, не со всеми клиентами, но со многими можно достичь именно партнерства. И сейчас я вижу на рынке, например, IT Digital, что в целом клиенты, некоторые начинают перестраивать работу из такого доминирования и отжима подрядчика к более партнерскому стилю. Вот это я наблюдаю. Поэтому к Джим Кэмп я к нему отношусь очень хорошо, к win-win я тоже отношусь хорошо, и я пытаюсь в этой модели как-то синтезировать оба подхода, вместе их как бы забегнуть. Потому что что такое выравнивание баланса? То есть когда возможно win-win? Когда две стороны настроены на партнерство. А когда они могут быть настроены на партнерство? Когда баланс равен. Поэтому надо работать над этим балансом, и только тогда что-то у нас уже получится. Если от нас она доминирует, как я и говорил, все равно будет жди беды. Этот заказчик будет отжимать нас до последнего под минусы по проектам и выгорание всей команды. Как я думаю, все многие знают, что это такое. Спасибо огромное. Значит, смотрите, вопросы еще есть. Мы на все вопросы сейчас ответить не успеем. Может быть, есть ли какой-то способ эти вопросы вам перебросить? Какой-то способ связи или где вас найти? Мне можно найти... Да, я сейчас покажу. Вот, а, ой, ой, сейчас, секундочку. Я вот здесь. Секунду, секунду, сейчас я открою этот слайд. Сейчас такое ощущение, что Борис рисует маркером на доске и покажет. Да, 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 вот видно, да? Вот, вот здесь я вот тут, вот тут. Вы можете писать мне в Facebook или на www.spirt.ru. Вот, ну, в общем, да, я здесь. Если вам нужно... Продолжить. Я, в принципе, загружен, но что-нибудь придумаю. Спасибо огромное. Да, спасибо, спасибо, Ниша. Все, всем пока. Друзья, мы с вами продолжаем. У нас две части сегодняшнего вебинара, и во второй части мы поговорим про CRM-систему и каким образом, в принципе, CRM-система может помогать в переговорах, продажах. И посмотрим это на примере Bitrix24. Я выведу презентацию. Схема точно такая же. Я буду озвучивать слайды, тезисы, мысли, которые есть про CRM-систему. В чат можно бросать вопросы про Bitrix24. Можно, нельзя. И что с этим, в принципе, делать. Ну, или по тем тезисам, по которым я буду говорить, тоже постараюсь в чат подглядывать. Значит, чем CRM-система, в принципе, в коммуникациях и в общении с клиентами сильно помогает, это, наверное, первое. Мы не можем запомнить весь тот объем информации, который проходит через нас постоянно. У нас много переговоров, много обещаний. А к тому же, если у нас отдел продаж, те люди, которые общаются с клиентами, состоят не из одного меня, а там несколько человек, иногда мы друг друга еще и подменяем. Поэтому мы совершенно точно должны фиксировать все свои договоренности, коммуникации и общения с клиентами в единой системе, в единой точке, в CRM, соответственно. Что умеет современная CRM-система? И Bitrix24, конечно, она умеет фиксировать все цифровые каналы. Когда мы говорим, мы общаемся с клиентом в WhatsApp, бывает ли такое в B2B? Конечно, бывает, огромное количество случаев. Мы общаемся в мессенджерах, да, мы общаемся в классических каналах по телефону, по электронной почте, будь то там мобильный телефон или там, тип телефония, общий номер 8800, совершенно без разницы. Все эти каналы мы фиксируем в CRM-системе, и CRM Bitrix24 умеет их автоматически собирать к себе. То есть эта информация хранится в виде записей телефонных разговоров, в виде чатов, в виде текстов, в виде приложенных писем. Мы постоянно можем к ней вернуться, обратиться и посмотреть, что же там было. Что касается соцсетей, там важна не только история этих коммуникаций, что мы с кем поговорили, но и скорость ответа. В соцсети, если у вас есть аккаунт публичный, ну или вы просто смотрите с публичными аккаунтами компаний, то вы видите там такую переписку. Обычно отвечают в течение какого-то времени. Это означает, что пользователь ожидает ответ в определенное количество времени. Давайте небольшой эксперимент. Напишите, пожалуйста, вы как, ну не как компании, а как обычные физические лица, которые пообщались бы с каким-то производителем, в какое время ожидаете ответ на сообщение в соцсети. Вы написали, в течение какого времени вам должны ответить, есть ли у вас такое внутреннее ограничение или внутренний стандарт, я ожидаю ответа за определенное количество времени. Вижу 30 минут, там можно в минутах, можно в часах, в течение часа 20 минут, да. Вы на самом деле вот по опыту, не первый раз задаю такой вопрос, достаточно терпеливые люди. То есть если 30 минут, там 20 минут или в течение часа мы ожидаем ответ на сообщение в какой-то вкладке, ну мы достаточно лояльные, вот подтянулись те, которые сразу и 5 минут, значит, это, конечно же, зависит от отрасли. Тут нет правильного ответа, что правильный ответ там 5 минут или правильный ответ в течение часа. Очень зависит от отрасли. Тут вопрос не возраста совершенно, вижу комментарии простроваты. Нет, это зависит от того, сколько времени там живет лид. Например, если мы торгуем все одинаковыми, ну условными телефонами, они у всех абсолютно одинаковыми, там белые поставки, одинаковая цена, то клиента получит тот, кто первый ответит и первый продолжит коммуникацию. Если у ваших маркетологов есть статистика, сколько времени живет лид в вашей сфере, то это прям очень хорошая история. Посмотрите, можно такие исследования проводить внутри себя, иногда они публичные есть, но это очень большое подспорье для того, чтобы понимать, как быстро обрабатывать информацию. Скажем, на конференциях по недвижимости я не раз слышал, время 15 минут, время жизни лида. Если 15 минут ты не пришел и не обработал входящее обращение, можешь не перезванивать. Там больше уже нет ничего, туда перезвонило несколько человек, и ты будешь уже там 18-м, который точно ничего не решит. Поэтому внутри вашей компании должен быть такой стандарт. Вот вы посмотрели, измерили, поговорили с клиентами про ожидания, и посмотрели, что вы должны отвечать в течение 10 минут, 15 минут, 2 часов. Причем от канала к каналу это будет, конечно же, разная цифра, потому что ответить на письмо – это одна история, ответить на сообщение в чате – история совершенно другая. Немножко рекомендаций по тому, как собирать такие контакты из социальных сетей, например. И у Контакта, и у Фейсбука есть нативная интеграция с данными, называется она Facebook Lead Ads или CRM-форма Контакта, когда туда подтягиваются сразу же данные, авторизованные, верифицированные в социальной сети. Я начинаю заполнять заявку в Инстаграме или в Фейсбуке, и у меня подставились данные. Это исключает ошибку, человеческий фактор, я не опечатался в телефоне или в электронной почте, там все проверено уже, и это упрощает мне заполнение тех полей. Пользуйтесь этим, это такая большая рекомендация. Значит, мы поговорили про цифровые каналы, и всегда остается какой-то офлайн-канал личных встреч, особенно в переговорах B2B с большими чеками, длинными сделками. Мы лично встречаемся и о чем-то говорим. Вот даже для этого в CRM есть визит-трекер, он фиксирует аудиозапись вашего общения, вашей коммуникации. Вы открываете ноутбук, и если к вам пришел человек, или вы пришли, да, конечно, вам нужно спросить, могу ли я вести запись по всем правилам. И если можете, то вы фиксируете эту запись, а у вас она останется аудиосообщением. Там даже есть такая возможность сфотографировать человека, поискать его по своей базе фотографий. У вас клиентская база фотографий, и если нет, то поискать его ВКонтакте, и, возможно, там найдут совпадения. Ну, если это интересно. Но основное, ключевое, на что я хотел здесь внимание обратить, это фиксация телефона, не телефонного, вернее, живого разговора в аудио, который можно потом прослушать. Так, теперь мы сохранили клиента. Это мы, конечно же, сохраняем клиента в базе нашей, и мы должны использовать эти данные и в переговорах, и в дальнейшем маркетинге, и коммуникациях. Мы сохраняем всех клиентов автоматически, даже вот каналы, которые вроде бы не цифровые, а которые физически нам нужно немножко руками дописать. Но эти контакты есть в нашей CRM-системе. Что у нас там есть, кроме имени, фамилии? Есть контактный номер или контактные данные, там, электронная почта. Мы такой канал связи основной выбираем для себя и сохраняем его. И есть определенные признаки, по которым мы потом будем сегментировать аудиторию. Ну, вот, например, в B2B это отрасль или обороты. В B2C-сегменте это, например, там, пол или какие-то признаки по вашему бизнесу. Если у вашего клиента автомобиль или дети, или же домашнее животное, или еще что-то, чем он пользуется, покупая ваши услуги. Почему они ему нужны? Это вы все сохранили, записали. И кроме этого у вас, конечно же, накапливается действие клиента. Вот эта CRM-карточка в правом столбце, мы называем его timeline, там содержится вся история коммуникации и взаимодействий. Сколько раз мы разговаривали, о чем, вот они записи разговора, вот мои комментарии, которые я зафиксировал. И здесь вот эта преемственность, когда я подменяю своего коллегу, ушедшего в отпуск или даже ушедшего из компании, она очень гармонично получается. Я звоню и говорю, здравствуйте, Николай Сергеевич, я Михаил, буду теперь общаться с вами, и я не знакомлюсь заново, что давайте мы познакомимся, расскажите про себя что-нибудь. Я про него уже знаю, и знаю, о чем говорили, и говорю, давайте мы продолжим с вами коммуникацию по какой-то технике. Мы обсуждали, с моим коллегой вы обсуждали, что покупка возможна в ближайшее время. Давайте поговорим об этом. Это очень важно. Значит, еще один момент, наверное, сделаю этот акцент. Понятно, что мы все про клиентов, про переговоры здесь, и понимаем, что клиенты – это такая ценность компании. Поэтому, конечно, ценность компании нужно оставить в компании, не давать возможность менеджеру по продажам, например, взять такую ценность и уйти в другую точку, в другую компанию, например, или открыть свою совершенно. Поэтому мы, во-первых, храним в CRM-системе данные для того, чтобы они были актуальными. Если они хранятся в Excel-файле, то постепенно теряют свою актуальность. Если они хранятся в CRM-системе, то мы оттуда совершаем звонки, отправляем письма, и если мы не скорректируем информацию, письмо или звонок уйдет не туда. И мы корректируем, поддерживаем актуальность данных. У нас есть вся история коммуникаций, продаж, у нас есть категории, про которые мы поговорили, и мы, конечно, настраиваем права доступа. Достаточно детально настраиваются права доступа. Вот с коллегами можно поговорить, обсудить, какие правила можно выстроить. Но вот ключевые моменты – это просмотр сделок своих или чужих, или контактов своих-чужих. Возможность редактирования, удаления и экспорта списка. Скорее всего, возможность экспортировать список клиентов не должна быть у менеджеров и, возможно, даже у руководителя отдела продаж. Но тут уже вы регламентно определяете, как правильно сделать. Еще один большой момент, который CRM позволяет делать – это выстроить путь клиента, что я подразумеваю под путем клиента, когда это не спонтанная сделка, когда у нас есть некоторый цикл сделки. Это несколько недель или хотя бы несколько стадий. Нам нужно правильно по этим стадиям клиента провести. И мы не всегда берем к себе на работу человека, который суперэксперт в продажах и понимает, как в нашей отрасли оптимально вести клиента. Обычно мы такие эксперты, как бизнес, и мы говорим, смотрите, мы проверили, вот как правильно вести клиента. Нельзя выставить ему коммерческие предложения, не обсудив ключевых условий, или не обсудив ключевых параметров вашей компании. Нельзя сказать, сколько будет стоить поставка бензопил, если мы не знаем объем этой поставки. Поэтому нам нужно это фиксировать. Или мы не знаем отрасль, в которой работает клиент, потому что там есть некоторые условности. Мы можем прямо на стадии сделать обязательные свойства, без которого, без заполнения этого поля, не перейти на следующую стадию, например, составления коммерческого. Ну и вообще мы ведем клиента по правильной траектории, определенной заранее. Это гарантирует нам стандарт услуг, стандарт коммуникации, стандарт того, что в оптимальном формате, в оптимальном траектории пройдет наш клиент. Хорошо. Это про воронку. Теперь еще одна история. И в B2B, и в B2C у нас есть коммуникация в мессенджерах. И она должна быть максимально комфортной и возможной из CRM-системы, конечно. Если мы говорим про B2C, то теперь прям стандартом в B2C становится оплата из CRM-системы. Я, наверное, покажу вам небольшой ролик по тому, как эта оплата происходит, и чуть-чуть покомментирую, как она осуществляется. Это интерфейс B2C 24. И если мы заходим в сделку во время телефонного звонка или заходим в сделку во время диалога чата, мы понимаем, что мы можем сформировать заказ. Тут товары, одежда. Мы выбираем параметры, какого цвета, какого размера, определяем, будет ли доставка, если это физический товар, то вот, пожалуйста, доставка. Получаем стоимость этой доставки и отправляем ссылку человеку, например, в SMS-сообщение. Мы разговариваем по телефону, ему пришла ссылка, он переходит по ней и понимает, за что он может заплатить, сколько это стоит и как он это может сделать. Удобными способами. Ну, тут докручивать, наверное, не буду до конца. Человек оплачивает удобным способом, каким он выберет. Мы внутри CRM-системы понимаем, что оплата произведена и можем, соответственно, отгружать прямо сейчас, доставлять или доставлять чуть попозже. Почему мы об этом говорим? Потому что мы после внедрения этой функции приходили к клиентам, которые активно ей пользуются, и задавали вопрос. Друзья, скажите, как ваши клиенты реагируют на возможность прямо оплаты в чате? И большинство отзывов к нашему даже удивлению было не про то, что вау, какая классная, крутая функция. Да, это удобные функции, говорили. Но про восприятие говорили вот что. Клиенты воспринимают ее как должное. То есть это должно быть уже в бизнесе такая норма, стандарт. Не то, что это вау, rocket science, посмотрите, как классно получилось. Нет. Это обычная стандартная функция, которую клиенты ожидают. Это им удобно, это повышает конверсию, повышает, причем, с небольшими чеками. Там сразу же оплата с большими чеками. В том числе вот по центру вы видите здесь продажу прицепов. Тоже работает на удивление. Взял, оплатил со своей карточки. Я все равно собирался купить. Все равно по безналам мне удобно. Ну и это работает в кейсах, когда вы берете предоплату. Например, при записи на услуги вы берете условную тысячу рублей для того, чтобы человек точно пришел. Это повышает процент доходимости к вам по услугам. Кейсы разные совершенно. Посмотрите на них пристально. Для B2B пока еще не стандарт, хотя и у компании есть карточки, к которым привязаны счета. Для B2C сейчас практически стандарт. До конца лета мы для того, чтобы сподвигнуть вас, попробовать, сделали смс, которые отправляются на тарифах, связанных с CRM, бесплатными. Мы подключили WhatsApp. И сначала отправляем в WhatsApp такое сообщение, если у человека он есть. Если нет, то отправляем в SMS-ки. И сообщение для WhatsApp-а тоже до конца лета бесплатное. К нам присоединились партнеры, которые тоже дали специальные условия. Ну, вот сейчас детально пробегаться по условиям не буду. Можно коллегам из CRM в чате к которым столкнуться или потом поговорить с ними, что из условий актуально, чем вы можете воспользоваться. Идем на следующий шаг. Когда мы совершаем продажи, мы поговорили, обсудили что-то, но руководитель отдела продаж, например, не видит этой истории. Ему нужно понимать процесс, как движется. Как движется в случае, если все идет хорошо, в том числе нужно понимать. И, конечно, как движется, если что-то его не устраивает. А в основном мы идем в аналитику, когда говорим, ой, как-то мы не приближаемся к заветной цифре плана продаж, давайте посмотрим, что у нас внутри. В разделе CRM аналитика есть детальные отчеты, разные, общая статистика, можно провалиться поглубже и посмотреть, как это работает. И мы двигаемся всегда от общего к частному. Видим общую статистику, говорим, смотрите, что у нас происходит с конверсиями, что-то не так вот на этом этапе, например. Мы проваливаемся дальше, глужбы. Я тут маленькую историю уже быстро вам про разных менеджеров и пользу CRM расскажу. В одной компании работали два человека. Девушка с очень таким бархатным, красивым голосом и молодой человек с совершенно обычным голосом. Молодой человек такой структурный, четкий, достаточно последовательный. А у девушки очень классный по телефону голос. Схема следующая. Назначение встречи по телефону, потом встречи и дальше закрытие сделки уже. Лица, принимающие решения на стороне клиента, в основном мужчины 40+. И у девушки конверсия из телефонного звонка в назначении встречи отличная, очень хорошая. Готовы люди соглашаются на встречу. У молодого человека, наоборот, он безобразно, ну, в терминах конверсии безобразно назначает встречи из телефонного звонка, но потом они меняются ролями, меняются местами. Молодой человек очень здорово закрывает после встречи сделки, а у девушки встречи проходят быстро, хорошо, но закрытие не очень видно. Значит, когда руководители увидели этот кейс, мне на одном из мероприятий рассказывали, они решили не учить каждого одного назначению встречи, вторую, закрытие сделки, они решили их объединить, и получился такой очень классный симбиоз. Благодаря чему этот классный симбиоз и результаты хорошие, больше, чем каждый из них поделец сделал бы, стал возможным. Потому что мы детально видим, кто в чем силен, а у кого в чем не хватает немножко для того, чтобы даже до среднего дотянуть. И поэтому эта аналитика, когда мы проваливаемся глубже, смотрим детально, слушаем записи разговора, позволяет делать выводы на уровне людей, их навыков и таких управленческих решений. Маленький лайфхак про стадии отрицательные. Когда вы настраиваете у себя CRM-систему, у нас есть начальная стадия, посередине какое-то количество, и финал. Финал успешный, только один, а вот неуспешных финалов может быть несколько. И обычно их несколько, потому что причин, почему сделка не состоялась, их много. Какие там могут быть причины? Клиент отказался сотрудничать с нами, ну вот мы ему не подошли совершенно. Мы не подошли ему, например, по ценам. Мы работаем там в очень верхнем сегменте, и он не готов нас купить. Он выбрал конкурентов, он отложил проект, и там много-много вариантов. Вы смотрите у себя по тому списку, который чаще всего возникает. Во-первых, это вам дает статистику, не просто ощущение, почему-то у нас не покупают, наверное, вот по этому. Статистику причин отказа. Во-вторых, вы с этими причинами отказа можете работать. Вы заходите в сделки с этими причинами отказа и слушаете разговоры. Как ведут переговоры ваши менеджеры, понимаете, где они сильны, а где им нужно доработать, где им нужно дать вариантов преодоления возражений, или где нужно подсказать. Вот про ту позицию, например, где он занимает неравную позицию, почему он здесь проиграл сделку. То есть это такие причины для разбора. Очень хорошие, не для того, чтобы наказать, конечно, но для того, чтобы подсказать и помочь. Так, дальше про клиентов. Вижу немножко комментарий, да, у кого-то отзывается про девушку. На самом деле, это вот история совершенно реальная, ее рассказывали ребята на семинаре, а я думаю, что эта история встречается в очень многих бизнесах. Там может быть девушка, может быть молодой человек, совершенно не критично. Просто у кого-то очень хороший навык, не знаю, назначать встречи, у кого-то очень хороший навык переписываться в чате, а по телефону человек говорить не может. И это тоже видно, тоже видно из CRM, и здесь мы очень хорошие выводы можем, конечно, делать. Мобильные разговоры тоже пишутся по телефону, если мобильный телефон к CRM правильно подключен. То есть, если он заведен в CRM-систему, то и мобильные переговоры тоже пишутся. Так, значит, про незабываемых клиентов. Давайте я вам покажу красивую цифру. Она красивая только с первого взгляда, но говорит нам вот о чем. 60% клиентов уходят от компании, это большое международное исследование было, если они чувствуют, что про них забыли. Недостаток внимания, заботы, недостаток сервиса с вашей стороны. В том же вопросе было не только, почему вы уходите, есть ли к вам внимание со стороны компании, но и другие причины. И вот среди других причин там около 15% занимают те, кто нашел выгодное ценовое предложение. Они нашли поинтереснее цены и ушли. 15% те, кто поинтереснее цены, 64% те, про кого, кажется, забыли, не поговорили. И вот здесь, конечно, цифра, которая дает нам повод для размышления. Нельзя забывать наших клиентов, нужно к ним регулярно возвращаться, а для того, чтобы возвращаться к нашим клиентам, нужно понимать, зачем нам к ним нужно возвращаться. Помните, мы сегментировали базу, делили ее по разным признакам, если у семьи питомец или если у компании оборот в какой-нибудь ярд, код или из какой-то отрасли. По истории покупок, все, кто совершали покупки в последний период времени и по каналу коммуникаций. Есть у нас телефон, есть у нас почта, есть у нас мессенджер. Что мы можем с этим сделать? Так вот, мы сегментируем эту базу и приходим к ним с какими-то предложениями. Например, мы выбрали в Самаре всех женщин, которые совершали у нас покупки в последний месяц и сделали им, например, рассылку. Спасибо большое, что вы с нами, что совершили такой выбор. Вот вам маленький презент или там какое-нибудь выступление спикера или рекомендации или правда какой-то презент. Может отработать маркетолог любой из вариантов. Здесь уже я там рекомендовать не буду, какие правильные акции делать. Самое главное, сегментируйте аудиторию и не забывайте переходить к ней с чем-то. Про пользу проигрыша еще раз покажу этот слайд и здесь скажу, что вы можете сегментировать по причине отказа. Выбрали конкурентов, вы пришли через пару месяцев с вопросом, ну как там дела с конкурентами? Все ли хорошо? Можем ли мы быть полезны? Или смотрите, вот у нас есть новая услуга, давайте вы с конкурентами по этому поработаете дальше, а вот по этому направлению с нами. Мы же с вами уже знакомы, много прошли стадий, не дошли только до финальной. Пожалуйста, можно в том числе так делать. Это называется CRM-маркетинг, лежит в CRM-системе VITREX24 как отдельный пункт и самое главное, что это активная технология, инициатива на вас. И она основана на истории и на тех данных, которые есть у вас про клиента. Кто он, какими признаками обладает или как он с вами взаимодействовал. Про каналы коммуникации быстренько скажу. Они классические и современные, и те, и другие. Мы можем выбрать аудиторию и отправить письмо электронное, отправить рассылку, SMS-сообщение. Мы можем даже голосовой обзвон отправить. В некоторых кейсах это нормально совершенно заходит. Смотрите уже по своему бизнес-сценарию. И еще один момент, что мы можем сделать. Мы можем нужную категорию добавить в аудитории рекламные в каких-то площадках. Для того, чтобы погреть процессы переговоров, для того, чтобы продать что-то нужное после того, как продать какой-то кросс-сейл, совершить другой продукт, другую услугу, используйте тоже этот сценарий. Мы все время говорим про клиентов в разрезе не первой покупки, а постоянно говорим про повторные покупки. И вот эти вот LTV, lifetime value, определяются количеством покупок за все время взаимодействия с клиентом. Если он совершил у нас пять покупок, это здорово, и мы должны в это целиться. Из чего состоят повторные продажи, которые мы вытаскиваем из своей базы? Это регулярные сделки, когда вы каждый месяц или каждый год продляете свой контракт. У вас абонентское обслуживание, у вас контракты подписные, у вас там страховки, например. Это регулярные сделки, нельзя про них забывать, нужно автоматизировать. Это кросс-продажи. Вы продали автомобиль, и потом продаете техническое обслуживание для автомобиля. Например, если у вас нет услуги для кросс, подумайте про нее. Должна быть услуга, которую вы предложите в следующий раз вашему клиенту. Ну и повторные попытки. У нас завершается удачно небольшое количество сделок. У кого-то 1%, у кого-то 10%, но вряд ли у кого-то 90%. В основном они уходят в проигранные сделки. Поэтому это ваша аудитория, ваша база, возвращайтесь к ней снова для того, чтобы совершить вторую попытку, но первую продажу. Пятую попытку, но первую продажу. Это ваши клиенты потенциально. Реактивация и лояльность. Вот еще одни поводы для того, чтобы мы работали со своей базой. Реактивация. Человек покупал у нас или компания покупала и в последний период времени не покупает, не взаимодействует с нами. Мы приходим, говорим, что-то мы с вами потерялись. Давайте возобновим. Или про лояльность. Не хватает коммуникации. 64% клиентов говорят, нам не хватает. Дайте что-нибудь полезное, сделайте рассылку, спросите, как дела, расскажите про какие-то новинки, отрасли, ваши новинки. Будьте на связи с клиентом, чтобы и он про вас помнил. Немножко про туннели продаж, которые есть внутри компании и когда я приводил пример, например, с автомобилем, то это четкая иллюстрация. В компании есть несколько процессов, несколько продуктов или несколько услуг, которые по воронкам друг от друга отличаются. Если я продаю автомобиль, то последовательность у меня следующая. Привлечь клиента, привести его на тест-драйв, скомпоновать нужную конфигурацию автомобиля, дождаться, пока она приедет или отгрузится со склада и отдать. Вот такая последовательность. Я сейчас фантазирую, но примерно. Когда мне нужно потом этого клиента привлечь на техобслуживание, то другая последовательность. Мне нужно записать его на время, позвонить в нужный момент, уточнить, какой там пробег, записать его и взять к себе какой-то акции или просто звонком, на самом деле. Это разные воронки, и они должны по-разному идти, и разные люди иногда за них отвечают внутри компании, поэтому мы их отдельно делаем разными воронками. А почему мы говорим туннели? Потому что люди перетекают из одной воронки в другую. Я купил машину, и через несколько месяцев я еду там на нулевое ТО. Пожалуйста, вот я должен попасть в следующую воронку, меня не должны забыть. Внутри этих воронок бегают роботы, такие автоматизаторы, алгоритмы, которые помогают нам не забыть, вовремя позвонить, сделать нужное действие, и часть действий за нас совершенно спокойно делают. Еще один инструмент, про который скажу сегодня, это генератор продаж. Мы выбираем нужную базу, отдаем ее менеджерам. В этом месяце мы работаем со всеми, кто в прошлом году покупал у нас вот такие-то устройства. Мы выбрали этот сегмент, отдали менеджерам на прозвон, и менеджер регулярно работает, пишет, звонит или делает что-то для того, чтобы клиента реактивировать, реанимировать. Вот мы дали работу менеджеру, если он там немножко заскучал. Теперь про финальный блок, который сегодня я буду рассказывать, это автоматизация. Мы говорим, помоги себе для того, чтобы помочь клиенту. В работе менеджеров по продажам переговоры – это ключевая функция. То есть за тебя переговоры никто не сделает. Ты менеджер, ты лучше знаешь клиента, и это твой фокус, ты это умеешь лучше всех. Это твоя обязанность, по сути. Но не всегда твоя обязанность в формировании документов. Это вот то, что менеджеры по продажам, например, чаще всего не любят. Поэтому рутинные действия мы оставляем на роботов. Что могут делать роботы? Могут связываться с клиентами на нужных стадиях. Ваш товар пришел, или вам отправлен счет. Вы не оплатили счет, пожалуйста, оплатите его. Все это может делать автоматика. Менеджер к этому может не иметь никакого отношения. Может отправлять материалы. По клику мы говорим, переводишь на стадию нужную клиента, заполним три правильных поля. Мы формируем КП, отправляем тебе. Формируем документ, договор, отправляем его. Не руками менеджера, а руками алгоритмов и руками робота. Робот может следить за скоростью обработки информации. Нам пришел лид, никто его не трогает в течение двух часов. Это плохо. Робот сигнализирует менеджеру, руководителю или вообще передает лид другому сотруднику, который быстрее среагирует на входящую заявку. Много-много всего. Здесь с компанией лидер ЦРМ рекомендую поговорить, потому что сценариев очень много, а прямо сейчас мы там все сценарии, конечно же, не разберем. Вопрос, как запланировать следующую продажу, автоматически как раз это вот тоннели. Один из вариантов, ну вот поговорите с коллегами, но один из вариантов это тоннели, когда мы говорим, удачно или неудачно после, человек идет в следующий. Либо мы планируем следующее дело, либо следующую сделку. Вот тут коллеги точно подскажут. Разные способы есть. Значит, называется внутри алгоритмов это у нас роботы и триггеры. Роботы делают действия определенные, триггеры ждут реакции клиента. Мы сделали рассылку и ждем всех, кто перешел по нужной ссылке и тогда переводим их на следующую стадию и менеджеру сигналим. Смотри, дружище, у тебя теплые клиенты. Иди сначала к ним, потом уже будешь обрабатывать всех остальных, которые на рассылку, например, не среагируют. Про генерацию документов сказал. Это, кстати, один из таких хороших моментов для убеждения своих сотрудников, когда вы внедряете CRM-систему. Зачем внедряется CRM-систему? Она принесет вам пользу. Например, уберет с вас вот эту рутину. И мы показываем, какую рутину уберет. Повысит вам повторные продажи. И мы показываем на предыдущих слайдах, я говорил, как повторные продажи повышаются за счет того, что мы не забываем никого на повторных сделках или на кросс-продажах. То есть это личная эффективность тоже повышается. Мы говорим сейчас про возможности, которые внутри Bittrex24 заложены сразу. Их огромное количество. Но бывает так, что есть индивидуальный сценарий в отрасли или у конкретного клиента, и он не охвачен, например, теми инструментами, которые есть готовые, и их просто нужно подключить, настроить какой-то галочкой. Для этого у нас есть Bittrex24 Market. Это такой marketplace, площадка, где партнеры разрабатывают собственные решения. Они часто на основе опыта внедрения разработаны. Там больше тысячи решений. И если что-то хочется привнести к себе, там скрипт продаж сделать, чтобы он был сразу же в Bittrex24, либо там отчеты по аналитике усовершенствовать, сделать другой разрез, посмотреть с другой стороны, либо подключить чат-бота, который будет бросать вам каждый вечер или каждую неделю статистику по продажам в чате. Любой сценарий, который вы придумали, а почему-то он пока не реализован, можно посмотреть в этот каталог, и опять же коллеги подскажут, в какое приложение правильно посмотреть, что там интересного и полезного есть. Так, друзья, я добежал до финала, и, кажется, мы уложились полтора часа, которые планировали. Немножко резюме такое подведем. Мы сегодня говорили про переговоры. И в первой части Борис Шпирт говорил про то, каким образом нужно вести переговоры, как выравнивать позицию, почему вообще выравнивание позиции помогает, почему это правильное решение для того, чтобы идеального результата в сделке с клиентом достичь. Во второй части мы говорили про инструменты, которые помогают продавцу и в переговорах дают ему информацию, не позволяют забыть, и в дальнейших продажах. Это инструменты CRM Bittrex 24. Они достаточно большие, начиная с того, что мы собираем все данные внутри CRM, обладаем этим знанием, не забываем ничего, можем прослушать разговоры, вспомнить, что мы обещали клиенту, или что наш коллега обещал клиенту какое-то время назад. И заканчивая тем, что мы введем клиента по сделке четким логаритмом и потом дорабатываем всегда в продажах дальнейших. Это данные, это база, которую мы используем не один раз, а постоянно в своей обычной работе. Сегодня в полтора часа мы уместили весь контент, который хотели вам рассказать сегодня. Что произойдет дальше? Если у вас сегодня что-то отозвалось, вы себе зафиксировали, что вот это интересная мысль, вот так можно сделать, или вот тут такая автоматизация могла бы быть полезна. Или наоборот, вы не совсем поняли, какая же автоматизация в вашем бизнесе может быть полезна. Я не сказал сценарий, который отзывается у вас, но у вас есть другие процессы. Коллеги из сегодняшнего будут из Лиги РСРМ связываться с вами и задавать такой вопрос. Друзья, было ли что-то полезное, да, и что вы у себя внутри компании видите, как можно улучшить какой-то процесс на основании такого вебинара. Поэтому отвечайте на звонки, говорите свои идеи, задавайте вопросы активно, не бойтесь. Материалы, которые сегодня есть, презентации Бориса, презентация моя и видеозапись, как только скоммертируются, мы отправим на почту. Почту, на которой вы регистрировались, ничего специального для этого делать не нужно. Вот, с коллегами продолжайте диалог, надеюсь, было полезно, и надеюсь, в вашем бизнесе станет там чуть-чуть, а может быть, насильно лучше после того, как мы чем-то поделились с вами. Счастливо, друзья, всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!